Синдрома сухого глаза стоит очень сильно, основного эксперта в этом вопросе, профессор Украинский. Добрый же, господин, 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 предварительная программа звучит так, у кого синдром сухого глаза, у кого сейчас в отличие, это, к сожалению, сфороцентрит, пока он звучит. Проблема, которую мы видим в речи, касается развития тоничного ксироза эпидемии в основной поверхности ОБЦ, которые, так сказать, составляют глаукомы и, в основном, концепиливают препараты ВДН-малакатов. На самом деле представлена как раз доля в обществе синдрома сухого глаза и другого этого ксироза. Как известно, глаукома – это не знак равенства с сухим глазом. Глаукома, в общем-то, привычная картоугольная, не имеет таких вот серьезных протоконистических механизмов, доказанных, которые приводят к синдрому сухого глаза. Но вместе с тем, у этих пациентов, эти пациенты вынуждены длительно закапливать в том, какими-то кинзильными пепаратами, содержащими инсекланты и воздействующими эпидемии в глазной поверхности, и повреждения эпидемии в глазной поверхности диагностической манипуляцией. Важным моментом является развитие вторичного ксироза эпидемии в глазной поверхности у пациентов с врожденной глаукомией. Об этом еще будет сказано. Еще один момент. Пациенты с первичным предугольным глауком – это пожилые люди, и, естественно, у них соответствующая патология существует, которая самостоятельно приводит к развитию синдрома сухого глаза. Постный аналоза, диабет с сахарами, эволюционные изменения секреции негодных желез и слезных желез. И так все-таки на первом месте по воздействию на развитие вторичного ксироза эпидемии в глазной поверхности все-таки лежит инстилляция препаратов, содержащих консерванты, препаратов афтерогипотензивного толка. Ну, тут данные подобные представлены о том, что, в принципе, за время лечения бета-дремлокаторами существенно снижается и теплеза слезной жидкости, и основная, и базальная. Мы знаем, приведены данные, которые дополнительно доказывают этот аргумент. Как же действуют бета-дремлокаторы? Ну, во-первых, о кардивантах говорится, что сейчас нет, это известный факт, мы о них вчера достаточно активно говорили. Несамостоятельно бета-дремлокаторы оказывают местные ампонастические действия и самостоятельно приводит к снижению слезопродукции. То есть, это ничто получается. Вот такой цикловой механизм, например, обновление сливозной жидкости в ответ на истончение развивается разрыв слезной пленки. Разрыв слезной пленки должен стимулировать продукцию слезы и восстанавливать целостность слезной пленки. Но вот здесь как раз разрывается рефлекторный круг, и развивается синдром сухого глаза в таких лицах. Ну, мы не будем подробно говорить о бета-дремлокаторах. Кстати сказать, о кардивантах. Кстати сказать, проблемы, о которых мы сейчас говорим, касаются и бета-блокаторов, содержащих кардиванты, и простагландинов, содержащих кардиванты. Здесь тоже, в принципе, воздействие идет на эпидемиозной поверхности, но и на развитие встречного сироза. По данным наших отечественных авторов, 80% пациентов, стерилизмующих гетокриноплокаторы, страдают с синдромом сухого глаза, но чаще в средней степени тяжести. Интересный момент. Оказывается, эта проблема не настолько важна еще, как сам факт возникновения синдрома сухого глаза, но обеспечивание синдрома сухого глаза оказывает обратное влияние на эффективность лечения пациентов сбоку. Поскольку, как доказали работы профессора Алексеева Владимира Николаевича, в структуре некомплоентности 70% взрывает как раз синдром сухого глаза. А что по некомплоентности? Это и есть как раз отсутствие эффекта нарушения режима закатывания остальных гетокриноплотных аппаратов и прогрессивных глухонных процессов. Таким образом, сухой глаз. После прямой гипот. Детская глухонка тоже часто сопровождается в конечном ксирозном теле в воздругой поверхности, но чаще в легкой клинической форме. Естественно, если в этом адвокате используется, это все происходит чаще. Но хотелось обратить внимание, что и при детской и преврожденной глухоме даже без оперативной терапии почти каждый второй больной имеет признаки вторичного ксироза и пределирозной поверхности. На кафедре исследования исследовали площадь ноговицы. и показалось, что чем выше площадь органицы, тем ниже спорильные слезные ганки, тем чаще отзывается синдром сухого глаза. Говоря лечения этих пациентов, здесь их несколько направлений, это модификация феброгиперальзивных препаратов, это включение сухого глаза, если у нас известно. Бискоцерлантные глазные капли, они известны, они представляли на слайде. Включены ряд капель-проволокаторы, которые, по сути, являются сами по себе препаратами искусственной слезы. Вот карбомер, гидроксикопилметилцеллюлоза, это в большинстве облазных капель содержит сухих искусственных слез, содержит полимер, полигубилкер, полиглиниловый спирт, это хорошо знакомые все основы искусственных слез, они включены в состав бета-атрино-блокаторов и, соответственно, уменьшают риск возникновения синдром сухого глаза. Ну, вот два слова нового препарата автоантикодель, который, по сути, представляет дискокомплекс автогеля, с тимоголомариантом. И что оказалось? За счет вот такого пролонгации эффекта оказалось возможно снизить концентрацию основного вещества практически в пять раз. И в результате, что, так сказать, получаем один одинаковый эффект, что 0,1% тимогель, что 0,5% тимоголомариант, эффект вот вашего гипотензивный практически одинаковый. Ну, и в клазмопробе, естественно, этот препарат вступает меньше, поскольку концентрация основного вещества меньше. Ну, вот интересный момент. Переход с дискокомплексом с тимоголомариантом на автантимогель. Переносимость улучшается, естественно, выраженность побочных эффектов меньше. Но обратно, тут разница еще оказалась большей. Ну, от хорошего, от плохого, всегда тяжелее переходить. Ну, а если у пациентов развился и синдром зубового гроза, мы гнаем направление сновидей терапии, это искусственные слезы, конечно же, оклюты развествляющих путей, ну, и инстекляторы слезы. Много препаратов искусственных слез в настоящее время, ну, и у каждого есть ниша для применения. Очень важный момент. Если препараты искусственные слезы образуются, необходимо закапывать более шести раз в день, либо имеются у пациента более тяжелые патологи гипетелия глазовой поверхности, то, естественно, таким пациентам требуется временная абитурация, которая имеет очень хороший генический эффект и научит ребенку эту манипуляцию, которая бесплатная для больного, а легко сочувствуемая для врача. Итак, высокое препарат и успешное причинение вторичного синдрома высокого глаза у больного заболевания лежит вот такой подход, который предусматривает поиск остальных гипотензивных препаратов, указывающих минимальное воздействие на стабильность слеза генетки, на эпидемию глазовой поверхности, ну, и лечение синдрома высокого глаза, если несмотря ни на что, он все-таки развился. Я позволю себе напомнить то, что во время читательства Вам все припрашаем на конференцию к профессору Женскому, что получить спасибо как президиума заканчиваете. Пусть это уже 10 минут. Но у меня к Вам просьба. Как Вы относитесь к термину болезнь глазовой поверхности, болезнь стола, лечение поверхности стола? После вчерашнего дня очень отрицательно отношусь. У нас была достаточно активная дискуссия и в ходе этой дискуссии очень позитивный момент, на мой взгляд, что вот родился вот такой вот термин эпидемий. А, все очень. Я тебе извиняю. Все очень. Нет, это наша общая дискуссия была. А, все очень. Ну вот, действительно, более правильно, наверное, говорить не просто о патологии глазной поверхности, а о патологии петели глазной поверхности. Ну вот, как раз, это более, наверное, разумнее, поскольку, ну, действительно, это как болезнь связка пленок. Вот сейчас почему-то начали говорить с синдромского возраста. Пленка болеет не может. Пленка, она и есть пленка. А страдает роговица. Совершенно верно. Вот именно, да. То есть, нет этого права, действительно, говорить о том, что не имеет термин болезнь глазной поверхности, болезнь связки пленки, есть патология эпидемии глазной петели. Поддерживаем профессору Джессу. Давай. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр.